Непростой год, но с достойным результатом. Так можно охарактеризовать работу республиканских спасательных служб в 2016 году. Итоги деятельности Якутская территориальная подсистема РСЧС подвелась сегодня. Говорили об итогах деятельности области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Также участники поставили задачи на следующий год. Цифры и факты в материале Виталия Абрамова. Уходящий год преподнес немало серьезных испытаний для всех экстренных служб республики. Но вместе с тем он относительно спокоен по сравнению с прошлыми годами. За 11 месяцев в республике не произошло чрезвычайных ситуаций, объявленных по всему региону. Зарегистрировано 68 происшествий социально значимого характера. Пожарно-спасательные подразделения привлекали свыше 4000 раз. В уходящем году количество техногенных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7%, а погибших уменьшилось на 2%. Сотрудниками государственной противопожарной службы от огня было спасено более 200 человек, а также материальных ценностей на сумму более 380 миллионов рублей. Этот год в системе МЧС проходит как год пожарной охраны. За это время на регулярной основе в пожарных частях проводились дни открытых дверей, уроки безопасности в школах и организациях. В районах республики открылось и обновлено множество пожарных частей и депо. Обновилась и техника. Десятки новых пожарных машин на базе Урала защищают теперь жизнь и здоровье граждан 16 улусов республики. И традиционно по итогам года определяются лучшие из лучших. Так, Верхневилюйский гарнизон признан лучшим среди противопожарной службы республики. Но это наша общая победа. Весь год отряд делал большой упор на профилактику и предотвращение. И думаю, благодаря этому нам удалось снизить количество пожаров. Среди федеральных отрядов первое место занял якутский гарнизон. Хотелось бы поблагодарить руководство главного управления, руководство города, руководство МЧС России за высокую оценку. Хотелось бы сказать большое спасибо личному составу, который несет вахту. Работу территориальной подсистемы РСЧС высоко оценивают и в правительстве республики. В целом ситуация более стабильная становится. Сейчас стоят задачи на 2017 год. В следующем году, если говорить о новом, мы должны внедрить программный комплекс «Безопасный город», который будет направлен в целом на безопасность нашего населения в городах и населенных пунктах. Также основными задачами на следующий год станут обеспечение безопасности во время паводков и лесопожарного сезона. Наращивание сил и завершение развертывания добровольных пожарных формирований и внедрение единой системы оповещения. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.